Ситуация беспрецедентная. Огромное количество людей по всему миру ищут выхода из этой ситуации. Эпидемии будут постоянные. Мир уже не будет таким, как он был раньше, к сожалению. Но нам надо понимать, что правила гигиены, это то, что нас на 90% как минимум защитит всегда и от всего. Протоколы лечения эффективные, с которыми бы все были согласны, до сих пор не отработаны. Те настоящие старобрядцы соблюдали правила гигиены. У них ложки, кружки, чашки были исключительно именные свои. И если гости приходили, у них не было своей посуды, они принимали, конечно, но эту посуду выкидывали за ними, понимаете? Через два дня ее назад выписали и врачи удивились. Мы вообще не поняли, что произошло. Поступила как бы уже в затяжеляющем состоянии, в серьезном. Через день она уже практически нормальная. На самом деле, пневмонии эти правильно называть бактериальными, потому что не сами вирусы вызывают, а бактерии в виде осложнений, которые совершенно верно на мертвые клетки уже вторично накладываются. Был такой приказ, что любому поступающему, независимо с травмой, с чем, давали первое, это магнезия сульфат. Это было до 60 какого-то года, это прямо было в приказе. И в военной медицине это всегда было. Есть два способа повысить содержание кислорода в тканях. Вы рекомендуете и то, и другое, и третье из всех областей. А человек уже будет выбирать. Все, что есть в природе, достаточно для того, чтобы быть здоровым. И все, что есть в природе, достаточно для того, чтобы, если вы уже заболели, вылечиться. Это законы диалектики, иначе не было бы ни природы, ни нас. Все, это точка. Добрый день, дорогие друзья. Добрый день, Юрий Андреевич. Давно как-то мы с вами не собирались. Добрый день, Ольга Алексеевна. Да, и дорогие друзья, добрый день. Действительно, мы давно совместно с Ольгой Алексеевной не делали видео. Вот сейчас решили такую возможность все-таки не упускать и записать вам вот это нынешнее видео. Ольга Алексеевна, о чем будет данная наша такая беседа с вами? Давайте мы поговорим о текущей ситуации. Потому что ситуация неоднозначная, ситуация беспрецедентная. И огромное количество людей по всему миру ищут выхода из этой ситуации. И, безусловно, только то, что происходит в медицинской сфере, оно на 100% не сработает. Потому что получилась такая ситуация, что как бы весь опыт многовековой, народный, он оказался выброшен из обоймы средств, которые помогают людям. Мне кажется, что это не совсем правильно. Потому что вирусы приходят, уходят. Понятно, что мы живем на планете вирусов. И всю жизнь люди сопротивлялись. И вдруг случилось что-то такое, что растеряны практически все. Понятно, что есть особенности. Вот мне хочется с вами, как с ведущим, ну, во-первых, сыроедом, с ведущим нутрициологом, и с человеком, имеющим глубочайшие биологические знания, природные знания, все-таки поговорить о том, а может нам помочь природа в данном случае или нет. Потому что у нас в клетках есть генетическая память защиты от всего, что есть в мире. Но не может быть иначе. Иначе бы мы вымерли еще, ну, не знаю, 100 веков назад. Вот как вы считаете? Я всегда говорил, что вначале, вот то, что некоторые религиозные люди говорят, что было слово вначале, то есть есть всегда информация. Информация первична. Мысль и информация. Есть некая матрица, по которой строятся все клетки нашего организма, то есть первична энергия, информация, и она воздействует на физиологию. Это совершенно верно. Но действительно в современном мире не хватает просто огромного количества людям, питательных веществ. С чего складывается-то иммунитет? С наличием или отсутствием, соответственно, тех или иных питательных элементов. В нашей пище современная бедна многими питательными веществами, в первую очередь микроэлементами, даже макроэлементами. Ну, вторично это уже витамины и другие компоненты омега-3, там, ЭПК, ДГК, там, да, и некоторые витамины типа Д3, Б12. Это тотальный дефицит сейчас у многих людей. Кстати, знаете, Ольга Алексеевна, что я заметил, я об этом хочу вообще отдельное видео сделать. Мне стали писать, я как-то случайно в одном своем видео обмолвился, и мне люди стали писать даже с Саудовской Аравии, ну, что, казалось бы, да, так сказать, с Калифорнией США, там, да, где уж солнца, ну, ярче и сильнее нет, что даже у них тотальный дефицит Д3. Что-то происходит, и просто он вне зависимости, где бы человек ни жил, не только на севере или где-то там, в средней полосе России, а даже на югах, и даже, вот, как я уже сказал, в таких странах жарких, и то дефицит Д3. Это вообще очень интересная тема, почему ДКК. Ну, вот тоже вот такую тему. Если мы еще возьмем общие, так сказать, эндемические состояния, ну, колоссальный недостаток йода, он прямо эндемичный, колоссальный недостаток цинка, колоссальный недостаток селена, то есть, а это ведь, по сути дела, главные иммунные факторы. Еще большой недостаток кремния, это у всех и тотальный практически. Получается так, что врачи вроде бы говорят, что нам нужен крепкий иммунитет, кто не заболеет. Вот есть такое мнение, что иммунитет, ну, если бы начертили такую стопроцентную численность людей, то 10% имеют врожденно уникальный иммунитет, которые никогда ничем не заболеют. 10% имеют иммунитет плохой, то есть, они будут заболевать всякий раз, когда что-то приключится, неважно, вирус, бактерия, грибок, да. А вот 80% имеют такой иммунный статус, что все зависит от условий жизни. А что такое условия жизни? Это психологическое состояние, это эссенциальное питание, это гармония с природой, это способ и приготовления питательных веществ, потому что мы уничтожаем изначально все, что нам природа дала. Маринуем там, жарим, парим, свачи, печи. То есть этого ведь никогда не было. Поэтому, естественно, вот дефицит, не просто даже количество каких-то эссенциальных веществ, а их качество, их пространственных форм, их там, ЛД комбинаций вращающихся каких-то, это же молекулы, по сути дела, органических веществ. И получается, что мы никто этого не получаем. Японцы провели очень интересную работу. Они запустили большой компьютер, и задача была такая. Какое минимальное количество продуктов должен скушать человек в день, чтобы получить полноценное питание? Очень долго считали, несколько лет. Потому что все продукты туда в разных комбинациях были заложены. Оказалось, 30. То есть, что такое? Мы должны 30 продуктов питания в день съедать, и тогда в любых комбинациях будет полноценность. То есть мы съедаем максимум 5-6. Вот. Поэтому давайте сейчас обсудим проблему. У нас люди делятся на три группы, да? Первое. Кто заболел? Кто умер, мы их не обсуждаем. Господи, спаси и сохрани их души, да? Потому что, ну, как бы погибнуть от вируса в расцвете лет, это, конечно, это ужасная история для близких, да? Вторая группа людей, кто заболел и выздоровел. Но они выздоровели, но реабилитация должна продолжаться, потому что сдвинуты все биохимические показатели. Люди получили огромное количество медикаментов, антибиотиков, гормонов, различных токсических молекул, да? И третье, это люди, которые не заболели, либо перенесли очень легко, и носители, да? Так вот, мне хотелось бы поговорить с вами об этом. Вот первое. Что делать тем, кто заболел и выздоровел? По воле врачей, кстати, я хотела бы сказать, что, в принципе, российская медицина повела себя в этот раз беспрецедентно быстро. То есть я никогда на своей памяти, я 40 лет в медицине, более 40 лет, я никогда не помню, чтобы разворачивались госпиталя там за месяц, да? Чтобы отдавались выставочные комплексы под ковидные госпитали. И на самом деле надо сказать, что врачи проявили себя очень, ну, скажем так, очень героически, очень героически. Потому что понятно, что никому неохота умирать, у всех есть семьи, и у всех были планы на жизнь. Поэтому, конечно, государство должно обязательно поддержать и семьи этих врачей, и все. Но вирус пройдет. Я думаю, он пройдет через там, ну, условно говоря, две недели-три, затихнет вот эта волна, она уже пошла вниз. Ну, во-первых, огромное количество переболевших людей. Вот. Давайте поговорим об этом. Вот как вы считаете, какие продукты они должны употреблять или не употреблять для того, чтобы поддержать? А я, соответственно, проведу параллель, по вашим словам, с концентрированной едой, то есть с биологически активными нутрицептиками. Потому что у людей, мало того, у них и денег сейчас нету, мало денег, потому что работу потеряли, да? И поэтому нужно сейчас из ничего сделать что-то. то есть, используя самое что-то такое, ну, то, что, вот, можно сказать, даже подручное, вот подручное, потому что, ну, понятно, что все поехали на дачи. Понятно, что сейчас нужно собирать все, что может хоть каким-то образом поддержать наш организм и подготовиться ко второй волне, которая, говорят, ну, должна, по идее, быть теоретически. Как вы считаете? Значит, Ольга Алексеевна, давайте отвечу. Тут сразу много накопилось того, что я должен сказать. Во-первых, вторая волна будет обязательно. Я прогнозирую так, что июнь, июль будет спад, особенно если лето будет жаркое, будет однозначно, и все расслабятся, все будет вроде хорошо. С сентября, октября или ноября, это от погоды зависит. Пойдет вторая волна, очень серьезная. Что касается врачей, да, выше всяких похвал в целом, центры действительно госпиталя разворачивают тоже быстро, истинная правда. Что касается, там другой вопрос, что там Крокус, Экспо и так далее, это все за деньги большие, частного капитала, и потом опять-таки за счет государства, то есть за наш счет, но это уж другой вопрос, и политически не будем этого даваться. Что касается, еще очень важный вопрос, вы про японцев говорили, что 30 продуктов разных. Тут еще есть нюанс такой, что, и это давно было известно, что последние, вот каждые 10 лет примерно есть такие исследования, измеряют на отдельных, определенных, тех же самых территориях, выращенные те же самые продукты, как 10, 20, 100 лет назад, и количество микроэлементов снижается постоянно и везде. И вот это огромная беда, что многие элементы не вносятся в почву неестественным, даже не искусственным путем, потому что это дорого, там, и экстенсивное использование сельскохозяйства современного типа не позволяет это сделать, а органического людей не хватает на земле, это беда всего мира в связи с этой проклятой глобализацией. Так вот, потому есть беда, дефицит, тотальный дефицит питательных веществ. Для наших зрителей я посоветую, кто еще не смотрел мое видео, если вы хотите с этим разобраться полностью, досконально, понимать, в чем же здесь проблема и как эту проблему в глобальном плане, хотя бы в глобальном вы будете понимать, что требовать от правительства, там, от ваших, смотря стран, где вы живете, России или других, неважно. Это моя лекция «Лес и почва», где я полностью объясняю эту проблему, берущую начало еще 120 и более лет назад. Вот. А теперь, говоря о продуктах на дачах. Действительно, есть много, в зависимости от мест, где вы проживаете, дорогие друзья, есть места, богатые, например, снытью, крапивой, лебедой. То есть, теми продуктами, которые мы сейчас, к сожалению, продуктами не считаем, которые наши предки ели и даже были песни. Вот народный фольклор, допустим, так сказать, были песни про лебеду, мою рассадушку посадила на берегу там и так далее, пойду в огород, сорву лебеды. Это вы думаете, радостно пели это от голода? Нет, это не радостно от голода пели, а потому что люди знали, насколько это полезная пища. Мы же сажаем укроп, петрушку, сельдерей и считаем это прекрасной, полезной едой. Так почему же мы не считаем крапиву, лебеду, сныть и другие дикоросы, листья, одуванчиков? Это уникальные продукты, которые и природные антисептики, и которые действительно содержат в своем составе уникальные полезные вещества. Это и проростки, ну, в первую очередь, микрозелень. И верхушки проростков, любых верхушки, это безумно полезная всеми нутриентами пища. И потому она, в общем-то, с этой точки зрения и дешевая, и под ногами, но только надо не у дорог брать, экологически чистая, где-нибудь на даче, в глуши, у леса, у речки, где-нибудь подальше, верхушки молодые. Это можно и заготавливать на зиму, либо сушить. Но только не при высоких температурах, а в низкотемпературных дегидраторах. Ну, это вот пока поверхностно так. А вы меня потом, Ольга Алексеевна, что-то, может быть, уточняющие вопросы, я уже более точно что-то скажу. Как один из механизмов, был заявлен следующий механизм. Кстати, у меня к врачам есть вопросы некоторые, потому что, ну, понимаете, миллионы врачей по всему миру и протоколы лечения эффективные, те, с которыми бы все были согласны, до сих пор не отработаны. То есть все пробуют по-разному, но, скажем так, есть вопросы. Ольга Алексеевна, а можно я сейчас очень важную скажу вещь? Да, в интернете сейчас очень много можно найти разных, в том числе от врачей, методов. Вот есть такой, например, от одного врача, мне многие люди присылали, что там дышат именно водкой в марлю, такой вот смачивают постоянно. И поскольку вирусы от паров спирта, ну, скажем, липидная их оболочка разрушается, это да, у меня, правда, возникает вопрос, липидные оболочки альвеол не разрушаются, или бронхиольные ствола. Но, в принципе, теоретически это ладно, может помогать, они приводят данные интересные. Ладно, хорошо, не будем это советовать, просто как интерес так вот скажу. Я ведь врач скорой помощи, и раньше кислородный аппарат мы давали обязательно через марлю смоченную спиртом раньше. Сейчас это ушло, а раньше это было прямо положено по приказу. Знаете, кстати, к этой теме мы, может быть, знаете, я сейчас еще один пример расскажу из старой тоже медицины, а, быть может, когда-то нашим зрителям это будет интересно, вообще сделать отдельное видео о забытых тех приемах, методах, которые врачи в прошлого, еще не такого давно забытого, делали, и очень эффективно это было. Например, были случаи некоторых опухолей, когда брали врачи просто кровь человека же, обкалывали ее, и получалась такая, фактически автолиз, да, получалась автолиз, когда распадались ткани, в том числе вот этой опухоли. Были такие методы, был метод, который от Варбург еще дважды лауреат Нобелевской премии описывал сто лет назад, что он с онкологами очень часто работал, у него много друзей было, эту же тему тогда серьезно изучали, и когда поле операционное после успешной операции обрабатывали кустической содой, то есть сильной щелочью, то метастазов, как правило, не было, потом это исключили из медицины, из обязательных методов приемов. Так что очень много тут тем интересных есть. Я знаете, знаю какой метод, но так как я очень давно в медицине, и так как я изучала раньше, будучи врачом, скоро неотложные службы, да, тем более я была, работала в ставке главнокомандующего, это очень серьезная служба, был такой приказ, что любому поступающему, независимо с травмой, с чем, давали первое, это магнезия сульфат, это было до 60 какого-то года, это прямо было в приказе, то есть и в военной медицине это всегда было. Сразу противоотечность, сразу расслабление, сразу недостаток магния ликвидировался, сразу, так сказать, все положительные эффекты противострессовые, сразу сердечно-сосудистая деятельность, и только после того, как человек выпивал магнезию, прямо так залпом и все это, да, только тогда к нему подходил врач, потому что вот это было прямо, ну, прописано в приеме больных, даже в госпитале, да, и почему это убрали, совершенно непонятно, потому что метод был уникальный, собственно. Абсолютно верно, тем более, что магний способствует в том числе снятию стресса и деспазмированию сосудов, которые сужаются благодаря спазму мышц гладкой мускулатуры, ну, а, соответственно, происходит повышение сразу давления, та самая артериальная гипертензия, ведь раньше ее лечили не гипотензивными, как сейчас препаратами убийственными, а седативными, еще великий академик Ланг, основоположник учения об артериальной гипертензии, врачам-дуракам тогда объяснял, как нужно правильно лечить, сто лет назад все было известно, как лечить артериальную гипертензию, естественным путем той же валерьянкой, учитывая фазу луны, это академик медицинской академии наук говорил, и все расписывал, как это все было известно раньше. Да, согласна. Вот смотрите, итак, значит, врачи подумали, что это обычная пневмония, причем пневмония ведь была нестандартная, то есть это не конкретно там долевая, верхняя долевая, нижняя долевая, а это эффект этого стекла матового, который, по сути дела, вот я училась у академика Чучалина, да, я его ученица, он прямо нам преподавал, да, и, кстати, он прекрасно выглядит, а прошло уже, я не знаю, там 40 лет, да, так вот пульмонит или пневмонит там, это же не совсем еще и пневмония, это, по сути дела, разрушение альвеол и сворачивание крови в мелких сосудах. А еще в одном месте, я совершенно читала достоверные данные, я лимфолог по специальности, по одной из специальностей, что там идет, скажем так, блокировка межклеточной жидкости, она бывает в двух состояниях, золи гель, золи – это когда жидкая мы потеем, и она течет, а гель – это когда она прямо, ну, каменеет, что называется. Так вот, при этом заболевании замечено, что эта жидкость прямо каменеет, и раз она каменеет, то нарушается полностью интерстициальный лимфатический обмен. И вот это тоже сыграло огромную роль, и поэтому наша задача сейчас, а, и, кстати, внутрисосудистое свертывание, и очень сильно падает ферритин, и гемоглобин падает, то есть это не только пневмония, даже и не столько пневмония, как полиорганное такое поражение всего организма, но в протоколы лечения это начало включаться только буквально, ну, может быть, там, ну, может быть, месяц назад, а то и две недели назад, да. До этого были стандартные, там, плаквинилы плюс антибиотики, то есть получается что? Получается, что мы ни народными методами, ни сами, ни на кровь, ни на лимфу вообще никак не действовали, и только пытались подавить воспаление, которое развивалось уже как следствие смерти клеток. Ну, естественно, в организме полно бактерий, конечно, они туда придут поедать мертвые клетки, да? Вот, вот. Вот что вы скажете по этому поводу? А вот я очень много, ну, вернее, кратко, но очень важную тему хочу тут сказать. Я еще два месяца назад, вот какого, а, 21 марта, вот я смотрю перед собой, у меня вышло видео, коронавирус, как не болеть, как лечить, кто и зачем, ну, и так далее. Суть такая, это была третья часть всего, я выпустил 8 серий про коронавирус, и там я говорил подробно, то, что я сейчас за одну минуту буквально повторю, и нашим зрителям крайне важно это просто знать, чтобы не верить, не гадать, а эти факты я еще давал два месяца назад, изучив этот вопрос. Значит, как развивается данный COVID-19? Он специфический, да, коронавирусов, их десятки видов, если не сотни, они были всегда изучены, и SARS и MERS, это все эти были, это все понятно. Он специфический нынешний, он поражает бронхолегочную систему, но не сам вирус здесь опасен как таковой, он лишь ключ к замку. Дело в том, что происходит. И на самом деле пневмонии эти правильно называть бактериальными, потому что не сами вирусы вызывают, а бактерии в виде осложнений, которые, совершенно верно, на мертвые клетки уже вторично накладываются. А тут вот как происходит. Вирус, он повреждает, скажем так, мембраны, доходя до альвеолы, такие самые маленькие для зрителей, говорю, такие пузырьки, с помощью которых между альвеолами бронхолегочной системы и капиллярами крови осуществляется газообмен путем диффузии. Так вот, и мембраны повреждаются, вытекает межтканевая жидкость, вот эта гиалуроновая кислота. Плюс, если серьезное повреждение, то даже кровь может в альвеолы попасть. Они затапливаются. Проходит несколько минут, и от кислородного голодания, и уже начинаются некротические процессы потихоньку, погибают эти миллионы, или там у кого как, какое количество этих альвеол. Дальше образуется фиброзная ткань. Это также, как я описывал, вот в печени клетка гипотоцитов, происходит их отмирание, при том, когда два вида известного, природного только клея, но в кавычках я беру это слово, в виде вареных крахмалов и молочного белка казина, проходит в непереваренном до конца виде молекул, и забивают, заклеивают клетки печени гипотоциты, создавая вот эти кляпы в микрокапиллярах, которые поставляют туда кровь. Вот то же самое происходит здесь. И тогда образуется фиброзная ткань. То есть, как происходит, вот совсем кратко. Значит, сначала, если вот образуется так называемый дистресс-синдром, когда дышать самостоятельно уже невозможно, и кладут человека на аппарат, вот тогда вентиляции лёгких, это с 9-10 дня от момента заражения обычно происходит, то дальше возникает, понятно, иммуносепрессия, иммуносепрессия, ну а дальше уже как вторично, если человек выживает на аппарате вентиляции лёгких, образуется обязательно фиброзная ткань в той или иной степени, ну и тут борются, как правило, сразу тремя видами препаратов, в том числе подавляющие, например, синегнойную палочку, другие виды бактерий, которые обязательно вторично поразят ослабленный иммунитет, идеальную среду найдут свои вот грибки, грибки, микромицеты. Кстати, есть протоколы, вот можно найти, когда ещё 2 месяца назад сколько-то тысяч исследовали, ну, патологоанатомы, обнаружили, что там половину лёгких у многих, ну, вот говорят, примитивно нам говорят по телевизору, они просто не понимают, как правильно сказать, типа сгнившие, там просто грибки, то есть поражение грибками микромицетами, дрожжевыми, плесневыми грибками и бактериями. Вот с этим пытаются, сейчас уже понимают, и некоторые особо передовые, скажем, врачи, учёные, ещё 2 месяца назад об этом били тревогу, но в основном академики там, которые, понимая эти процессы, назначали уже препараты не только противовирусные, а вирусы, это по большому счёту противовирусных, это всё утопия, их можно только укреплением иммунитета побороть, вирусы. А вот противобактериальные и противогрибковые препараты, тут да, в критических ситуациях, просто жизненно необходимы, они могут спасти жизнь человеку. Но даже если человек выживает, у него возникают проблемы с лёгкими в дальнейшем, которые вот как раз наша задача сегодня, одна из задачи объяснить, как можно ликвидировать или минимизировать побочные вот эти последствия после перенесённых коронавирусных инфекций. Я практически эти два месяца нахожусь в круглосуточном потоке информации, потому что у нас очень большой клуб, и это миллионы людей по всему миру, причём это все восточные страны, это западные, это Африка, это огромное количество людей. И естественно, они доверяют своим знаниям, доверяют своим алгоритмам. И надо сказать, ну первое, что у нас, во-первых, не умер ни один человек в клубе. Во-вторых, у нас несколько человек переболели, достаточно тяжело, но мы их вытянули, и они тоже, наряду с тем, что им врачи давали, принимали то, что они знают, то, что им всю жизнь помогало. И вот в одном месте, в одних из протоколов, я нашла такое, что в этот момент, когда идёт разрыв альвеол, когда идёт блокирование лимфы, возникает очень сильный кислотный момент там. И что, когда идёт ощелачивание, то происходит нейтрализация, и причём достаточно серьёзная, вот этих кислотных, смертельных фрагментов. И почему, так сказать, и соды рекомендовали, и полоскать, и дышать, и ингаляции, и так далее, и всё, да. И мы начали применять H500. У нас есть антиоксидант H-500. Это кремниевый антиоксидант, который содержит всю щелочную группу минералов, калий, магний, натрий, и так далее, и всё, да. И который делает воду отрицательно заряженной, и усиливает оксигенацию таким способом. Кислород же тоже, он передаёт электроны просто, да. Он нам не как воздух нужен, а как передатчик электронов. И если люди принимали повышенную дозу, ну, допустим, в норме мы принимаем там две капсулы, а люди принимали до десяти, то наступало резкое улучшение. У меня даже есть такие случаи, что госпитализировали очень пожилую женщину в Израиле, и её консультант с собой ей дала и сказала, пейте обязательно коралловую воду, аж минус пятьсот, пейте обязательно цинк, пейте обязательно солодку. И через два дня её назад выписали, и врачи удивились. И говорят, мы вообще не поняли, что произошло. Поступила как бы уже в затяжеляющем состоянии, в серьёзном. Через день она уже практически нормальная. То есть что-то где-то так сложилось, ощелачивание, оксигенация, нейтрализация вот этих токсических вещей, лимпостимуляция. И оно всё как бы сложилось. Понимаете? И всегда мне вот эти два месяца звонят практически каждые там 10 минут из разных стран. И не вопрос, что мы говорим, не ходите к врачам, вопрос, что к ним не попадёшь, вопрос, что до них не дозвонишься, и вопрос, что за рубежом наших людей вообще не берут, то есть вот из Англии, из Италии, то есть у них ни одного шанса попасть в больницу вообще в принципе нету, потому что у кого-то страховки неправильно оформлены, у кого-то что, да? Им приходилось выживать самостоятельно. И вот мы накопили огромный вот этот опыт выживания при невозможности тотальной попасть к врачу, и они очень даже успешно из этой ситуации вышли, вот что самое характерное. Вы знаете, Ольга Александровна, что я ещё хочу важно сказать. Вот вы вначале сказали, а я про это не успел, а дело в том, что наша советская школа эпидемиологии вообще, она лучшая в мире, основоположник борьбы с эпидемией во всём мире, собственно говоря, да, исторически так, с 20-х, 30-х годов получилось, и потому ещё живы и те, и школа жива в какой-то мере, и надеюсь, вот единственное, может быть, одно из немногих полезное, что можно вынести из этой эпидемии, это то, что теперь убрать те ошибки, либо преступную халатность, которую совершили многие чиновники, а закрытие очень многих институтов, лабораторий, скажем, инфекционных отделений, да, потому что сейчас вот жизнь показала, что есть случаи, что нужны экстренные меры, и то всем, кому могли бы, не помочь. Вот, а за границей большая проблема, мне многие об этом пишут, но, собственно говоря, у меня даже было интервью, одной из вот записей о коронавирусе, когда одна очень состоятельная, причем и дело тут вот как раз не в деньгах, женщина, но она прилетела из Англии, она попала тут, значит, у нее случайно тесты не показывали, и потом только КТ показала, да, то, что вот, собственно, еще бы буквально день-два, и неизвестно, как бы жизнь ее сложилась дальше. Поэтому, это вот первое. Второе, про соду, действительно, сода помогает об этом, об этом многие уже говорили, это правда, здесь я хочу предостеречь только о том, что нужна сода химически чистая. У меня есть такое видео для наших зрителей, чтобы сейчас эту тему не развивать, она так и называется сода. Будьте внимательны, под тем видео, дорогие друзья, есть подробное описание, почему наша сода, к сожалению, сейчас там, чувашская, либо крымская и так далее, не химически чистая, получена не экологичным, скажем, способом, и там описано, почему. То есть, вы конкретно знаете, какую же тогда надо пить. И соду, действительно, содовая вода, утром, месяц, скажем, курс приема, месяц перерыв стоит принимать. Теперь, второй момент. Есть два способа повысить содержание кислорода в тканях. Первый способ, причем совместимы они оба между собой. Первый, известен еще давно. Есть, во-первых, специальные гимнастики, начиная от Бутенко, там, до Стрельниковой. Есть аппараты, такие как самоздрав, дыша, через которые человек увеличивает содержание углекислого газа в крови примерно до нормы, на самом деле, нормы 6-6,5%. Так вот, научно установлено, что при повышении количества углекислого газа в крови до 6,5% от общего объема газов, растворенных в крови, обычного человека, 4 там и так далее, происходит улучшенная всасываемость поглощения клетками кислорода. Представьте себе, это первый момент. И второй момент, это водородная вода или дыхание водородом. Дело в том, что избыточное количество молекулярного водорода, примерно до 1 мг, растворенного в воде на литр, позволяет, а если тем более выше, 2, допустим, то можно меньше воды просто пить таких, такой литра достаточно в день, если 2 мг на литр, тогда существенно увеличивается также поглощение кислорода тканями. Был такой опыт, еще в советские времена, проведен, когда мышей крыс сажали в стеклянный купол под аквариум перевернутый и они постепенно начинали засыпать, как бы умирать от нехватки кислорода, потому что накапливался углекислый газ, кислорода было мало и тогда в этот момент, когда они уже ложились, что называется, умирать, вкачивали туда не кислород, а водород чистый. И они опять стали, становились, дышали, бегали какое-то время, а это значит только то, и это подтверждено научно, что то самое количество оставшегося кислорода, которого не хватало еще 5 минут назад, стало хватать, когда увеличилось содержание водорода в воздухе. Вот такие два интересных момента, то есть, если про первое это все понятно, есть аппараты, есть тот же самоздрав, потом по ссылочке, кому будет интересно, посмотрите, дорогие друзья, вот под этим видео оставим, а есть еще и водородная вода, и свойства ее уникальны, и как антиоксиданта, и как в данном случае, во-первых, растворителя уникального, который яды, токсины растворяет и в разы выводит быстрее из организма, а кстати, вместе с солодкой, если использовать, я имею в виду, пить как лимфа, такое дренажное, разгоняющее лимфосредство, то это будет вообще великолепно, и водород, как именно вещество, которое улучшает всасываемость кислорода, вот такие уникальные свойства. Дело в том, что аж минус 500, это же тоже, по сути дела, водородная история, просто когда мы ее растворяем в воде, вода становится минус 500 милливольт, ну, зарядка, свободные электроны, да, и это тоже свободные электроны, это тоже, по сути дела, водородный показатель, да, потому что на самом деле там работает водород с двумя электронами, то есть это как бы, это такой флагманский продукт из порошковых, потому что одно дело, что у вас есть аппарат там или еще что-то, я, кстати, не специалист по аппаратам и по прибамбасам различным, я все-таки больше нутрициолог, да, но то, что капсулу аж минус 500 можно выпивать от одной до десяти в день, и то, что она мгновенно оказывает действие, вот это вы проверили, если раньше я еще сомневалась, может быть, как-то на тяжелых каких-то, да, случаях, то сейчас у нас колоссальная обратная связь именно по применению этого антиоксиданта, то есть практически, вот у нас один, у нас очень хороший врач, кандидат медицинских наук, лежал в больнице, и когда я ему позвонила домой, ну, он еще не был в больнице, он начал говорить, я чувствую, он не дышит, я говорю, ты почему не дышишь, он говорит, что-то мне плоховато, я говорю, быстро, чтобы через пять минут скорую, и когда он поступил в больницу, у него уже было 55% поражения легких, ну, молодой парень, 35 лет, красавец, да, и он перенес тяжелейшее состояние, когда нос покрывался кровяными сгустками, когда кислород, когда вот это все, он все это прошел через себя, когда у него на калитру осложнение возникло, ну, то есть вот пропустил прямо, вот, что называется, грамотнейший врач и сам у себя, так сказать, ну, скажем так, врачи болеют хуже всегда, потому что у них иммунитет немножечко такой более потрепанный, потому что они всю жизнь в этой инфекции, да, так вот, он четко отследил тот момент, когда он начал принимать аж 500 большими дозами, аж минус 500, вот сразу прямо реально пошел на поправку, и он об этом даже и видео сделал, и все, то есть вот все-таки есть народная медицина, а есть технологически созданные такие вот прорывные гидротационные истории, гидриды водорода, да, по сути дела, микрогидрины, это гидриды водорода, причем у нас есть и гидрид серы, у нас есть гидрид кремния, то есть гидрид кремния, он действует просто невероятно, вот я любила этот продукт, а сейчас я его просто вот боготворю, вы понимаете, потому что этот опыт, он ни с чем вообще не сравним, когда у человека дома больше ничего нету, дома больше ничего нету, аж 500 у нас есть всегда у людей, потому что наш флагманский продукт, вот что мне еще хочется, о чем с вами поговорить, значит, как вы относитесь к цинку, вот в данной ситуации, потому что, ну, один из главных симптомов, это потеря обоняния, да, причем эта потеря обоняния сохраняется на месяц, два и дольше, и причем у многих, даже у наших, кто обращался, это был первый признак, первый признак, причем, вы знаете, очень интересный был случай, у нас один мужчина, наш дистрибьютор, позвонил, что он заболел, я ему назначила схему, потому что он не мог никуда дозвониться, ему сказали, лежите дома, пока не станет плохо, лежите, потому что все, и он вдруг у нас так немножечко подтяжелел, да, естественно, все получал, то, что мог, и когда ему уже стало лучше, вернее, КТ ему сделали, у него было 35% поражения, да, и его послали на КТ, повторно, и он 6 часов просидел в очереди с вирусными больными, и пришел домой, и на следующее утро мне звонит и говорит, вот теперь кажется у меня серьезно, я говорю, а что такое, он говорит, жарко дышать, вот это вот, он прямо сказал, говорит, такое впечатление, что я нахожусь в бане, и такое впечатление, что воздух, который я выдыхаю, он горячий, и говорит о бонянии, то есть, ну это уже понятно, что он прихватил еще какую-то вирусную нагрузку, да, и здесь уже было все гораздо-гораздо, ну сложнее вытянуть его из этой ситуации, то есть вот цинк мы изначально использовали как восстановитель обоняния, и, кстати, это же основной иммунный фактор, то есть он в реакциях участвует, в организме, в иммунных, во всяких, что есть кроме цинка еще с цинком, может быть травы какие-то, может быть продукты питания, потому что я рекомендую всем, купил баночку цинка, выпил, и будешь здоров, кстати, на сперматогенез действует, да, 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 вот я хотел сказать, значит, во-первых, я хочу здесь сказать следующее, цинк и селен обязательно показаны тем, во-первых, действительно всем мужчинам, во-вторых, тем, у кого есть предрасположенность, либо уже есть какие-то, ну скажем, простатит, либо аденома, это обязательно при любом виде лечения, даже при онкологии, не дай бог, данного типа, то он необходим дополнительно в виде мономинералов и цинк отдельно, и селен принимать, причем даже можно двойные дозы принимать, первый месяц, а потом уже обычный, что касается продуктов, то богатый селеном, например, бразильский орех, опять-таки, на каких почвах выращены, там в 20 раз может отличаться результат, количество содержимого цинка, по таблицам, от нормативов, это, конечно же, кокос, рекордсмен по селену, из наших, это чеснок, чеснок также богат, в том числе, цинком, но в меньшей степени, а цинком больше всего богатые тыквенные семечки, вот поэтому, это я могу рекомендовать в обязательном порядке, но это не должно исключать прием, тем более в момент эпидемии, тем более в момент показаний по болезням, смотря каким, вот именно в виде дополнительного количества мономинералов, потому что, напоминаю, пища сейчас любая бедна, так или иначе, а только теоретически она в табличках содержит те или иные минералы в нужных количествах, а на факт, на поверку оказывается, что большой дефицит. Я согласна с вами, значит, мне в чем легче по сравнению с вами, у вас, что называется, доля еще тяжелее, где выращена, на какой почве, как приготовили, как хранили, я помню, когда вы меня пригласили к себе домой, показали свой, значит, холодильник, такой, как у меня вся квартира, да, покрытый пятислойными или десятислойными, значит, изоляторами от шаттлов, да, я, конечно, очень впечатлилась, что температура, я очень никогда такого в жизни не видела, чтобы у человека дома был такой дом-холодильник, в котором идеально поддерживается температура в разных отсеках, я поняла, как вы все это храните, как все это продумано, честно говоря, это был, для меня это был шок, это уже не считая дерева, гинкобелома в огороде, да, там и рыбы, и карпов там в крапинку, да, с кружочками таких, которых вы вывели, да, у меня этих проблем вообще нет, потому что я занимаюсь внутри цептиками, у меня есть баночки с цинком, с селеном, баночки с корой муравьиного дерева, баночки с чесноком в капсулах, потом берете чеснок, кладете в суп, прям в тарелку, капсулу открываете, вытряхиваете, ровно доза, столько, сколько нужно, ничего не перепутаешь, хранится годами, поэтому учитывая, что через меня проходят десятки тысяч людей, которые спрашивают, как сделать эффективнее, дешевле, то я все-таки сделала выбор в пользу биологически активных нутрицептиков, потому что я когда-то, я ведь проходила и диетологию, и гомеопатию, и фитотерапию, но понимая, как все неправильно растет, как все неправильно собирается, вы ведь точно знаете, как растить, где растить, сколько, когда собирать, может быть, один день только можно в году собирать, да, есть такое, да, и получается, что, как дозировать, человеку говоришь, положить там одну десертную, маленькую чайную ложечку, он кладет в столовую, получается передозировка, да, то есть фито-нутрициология, так же, как диетология, это невероятно емкая вещь, емкая, да, поэтому нутрициологов мы 75 часов учим, а диетологов 555, потому что там все достаточно серьезно, поэтому у меня идут схемы упрощенные, взял там 3 таблетки цинка, 2 таблетки селена, значит, 2 капсулы чеснока, взял, допустим, плюс к этому капсулу магния на ночь, настроение плохое, взял 2-3 капсулы грифонии, все, и мы получаем мгновенный ответ, мгновенный практически, и у нас даже компания по какому пути пошла, она скомплектовала иммунные паки, вот что она положила, цинк, чеснок, и серебро, например, стоимость в пределах там 2 с чем-то тысяч, то есть это сейчас бюджетная такая стоимость, потому что в аптеке, вот у меня некоторые мои больные начали лечиться в аптеке, ну, потому что врач выписал, надо брать, там какие-то вообще, там зашкалило, за 7 тысяч, так вот, даже не глядя, учитывая плюс маски, плюс средства, плюс вот это все, да, и вот что, вот еще знаете о чем давайте поговорим, давайте поговорим о том, как все-таки дезинфицировать себя, вот есть ли что-то такое, вот у нас это коллоидное серебро, я потом расскажу, да, а вот что вы можете предложить из подсобных, подручных средств для дезинфекции полости рта, полости носа, рук, глаз, слизистых глаз, ну, и условно говоря, ну, хотя бы кожи лица, допустим. Ну что ж, во-первых, давайте снаружи, снаружи я, конечно, рекомендую всем иметь в кармане, в сумочке, в машине, пузырьки со спиртом, этиловым спиртом, он уничтожает все, он убьет вирусы, однозначно и точно, даже вот в Италию наши отправлялись, службы, вот все видели по телевизору, они чем костюмы дезинфицировали, спиртом распыляли, через вот эти ранцы, которые, как вот всякую химию распыляют, они спиртом, это во-первых, то есть спиртом надо протирать руки, дужки унитазов, бачки там, куда рукой, вот это ручки дверные, вот все, 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 это первое. Второе, самый сильный убийца всего, это озон, озонаторы сейчас надо иметь, вот мы специально, и много лет назад, вели у себя в продаже, во-первых, портативные, маленькие такие, на аккумуляторах, для холодильников озонаторы, которые уничтожают вирусы, грибки и бактерии, в малых объемах, до одного кубометра, ну, как раз для холодильников, чтобы дольше продукты, хорнились плесени не было, дольше они были свежими и так далее, можно в любую коробочку положить его, туда любые предметы, и он обеззаразит за несколько часов, есть огромные мощные, всего 6 тысяч, стоят 500 или 600 миллиграмм в час, озон вырабатывают, а в 70-е и 80-е годы, это был аппарат размер с большой стол, так вот, у меня их берут, кстати, многие онкологи, в медицинские учреждения, так вот, суть в том, что квартиры, дачи, бани, подвалы, теплицы, все что угодно, тамбуры дома, санузлы обрабатывать, только не находиться, категорически в этот момент работы, не находиться там, потом проветривать помещение, уничтожено будет не только то, что вы протерли, например, спиртом, а все, к чему воздух соприкоснулся, вот воздух соприкоснулся со всеми предметами, на этих предметах будут уничтожены вирусы, грибки, бактерии, это обязательно надо иметь в наши дни, всем людям, это во-первых. Что касается внутри, вот вы сказали полость носа, есть такой уникальный, например, вот мы говорим, если о наших продуктах, такой спрей на основе прополиса, прополис это мощнейший природный антисептик, это побочный продукт пчелопродукции, да, и там еще травы определенные входят в состав, это можно на нашем сайте, нашим зрителям, кто захочет посмотреть, сейчас я не буду об этом заострять внимание, ну и конечно же, если вы попадаете в зону, где возможно заражение, помимо масок, что обязательно, которые плотно прилегают, респираторного типа лучше всего, можно, вдруг кто-то чихнул, побрызгайте и в рот себе, вот этим самым прополисом, на основе прополиса средством, ну и лучше, конечно, это я так уж, общие рекомендации, воздержаться, не рисковать, и держаться от людей подальше, сейчас на расстоянии, не полтора метра, как рекомендуют, а три, это так, вот, еще, одну вещь скажу, очень сильно укрепляют иммунитет, так называемые экстракты, но тут есть нюансы, я сейчас поясню, из хвои пихты, там есть вещества полипринолы, если они концентрированы и очищены, это мощнейший антиоксидант, это генератор синтеза витаминов, естественным путем и так далее, у меня отдельное видео, вообще, про полипринолы, и не только, продукты, содержащие вот элементы отдельные в пихте, я расскажу в отдельном видео, у меня такое будет скоро на канале, но вот эти потребляя продукты Т8 серии, это помимо, это никак не связано, это дополняет друг друга, вот то, что Ольга Алексеевна говорит сейчас про селен, про корень солодки, про цинк, про H500, если вы этот вариант выберите, потому что всегда должна быть альтернатива, мы как бы с двух сторон говорим, вот этот вариант. Мы не соревнуемся, чтобы вам было понятно, мы абсолютно, у нас полное взаимопонимание, кто-то купит коллоидное серебро, а кто-то будет пользоваться озонатором, потому что все зависит от преимуществ, всегда выбор должен быть. Смотрите, озонатор, это еще раз, это не противоречие, коллоидное серебро, это внутреннее потребление, совершенно верно, это противовирусное средство, сильное, но, если мы говорим о, так сказать, экологичном, да, варианте, антисептиков, все-таки вот с той же химией, что там добавляют разные, не надо использовать, а вот этиловый спирт лучше всего, он, кстати, продается, можно оптом набрать в Яндексе, этиловый спирт чистый, медицинский, там, и вы найдете, в канистрах привозят домой с доставкой, так что вы найдете, это не надо в аптеках искать, в магазинах, понятно, да, как, вот, это во-первых, значит, меня прям спрашивают, а где взять чистый спирт, как будто это проблема, мы вон десятками этими упаковок по 10 литров берем, на разные цели, там, настойки строчковые делаем, еще что-то, нам нужен из пшеницы чистый, там, где он 6,3 десятых, который, да, вот, это первое, а, значит, озон все-таки, это ничем не заменить, но в том смысле, что, да, есть вот в магазинах, вернее, больше в детских учреждениях, в медицинских центрах, в операционных используют ультрафиолетовые лампы, да, это кварцевые лампы, бактерицидные, вот, это первое, это самый правильный способ, потому что при нем, когда через кварцевые лампы проходят через вентилятор, воздух в помещении, можно находиться и дышать, при озоне нельзя, но озон, это вещество, которое, то есть, это газ, ну, вот, скажем так, озон убивает все, с чем воздух, в котором озон содержится, соприкасается, а ультрафиолет нет, только тот воздух, понимаете, да, который прошел через лампу бактерицидную, вот этот объем воздуха, который прошел, там погибнут вирусы, грибки, бактерии, а на предметах, находящихся на столах, мебели, не погибнут, а от озона погибнут, понимаете, какая разница огромная, поэтому озонаторы несопостоимо полезнее, необходимее для любых хозяйств или медицинских учреждений, но только дышать при нем нельзя, а вот уже мы говорим, если о, ну, скажем, внутреннем применении, тут совершенно верно, и коллоидное серебро, и на основе прополиса, различные варианты препаратов, да, которые могут быть, это может быть концентрат, который разбавляется водой, но только не спиртовая настойка, а именно водная должна быть прополиса. Я, когда это все случилось, понимала, что я сначала купила хлоргексидин, попробовала, но у меня кожа сразу высохла, мне не понравилось, я потом сделала выбор в пользу серебра, то есть на лицо, на глаза, в рот, в нос, полоскать рот, набрызгал, выплюнул, то есть практически, особенно когда меня застала эпидемия в Арабских Эмиратах, и когда все это, так сказать, ну, разгорался, ну, мгновенно разгорался, мы 23-го числа должны были вылететь оттуда, у нас там было очень большое количество, 200 человек, да, и вдруг это мгновенное переблокирование, и нас сажали в Москве с французскими самолетами, в которых уже прям бушевало это все, да, и у нас, слава богу, у всех с собой всегда было коллоидное серебро, мы каждые пять минут брызгали рот, нос, глаза, лицо, волосы, руки, то есть у нас не заболел ни один человек практически, и я позвонила профессору Домрычу, у меня есть друг очень хороший, он живет там в Красноярске, и спросила, вот на себя все понятно, у меня вопрос закрыт, а вот чем брызгать в комнате вокруг себя, и он сказал, Оля, самое проверенное средство всех веков инородов, это перекись водорода, бутылочки с пульверизатором, и просто она здесь может играть практически как святая вода, во все углы, везде, потому что она вызывает как раз озонирование воздуха, и по сути дела, ну во-первых, она антисептик, такой достаточно серьезный, и она в данном случае абсолютно безвредна, и для вдыхания, и для всего, и поэтому я сделала большую бутылку пульверизатор, и пока все это было так серьезно, прямо ходила себе в рот серебром, в глаза туда, значит на руки, очень, кстати, очень серьезное осложнение, люди получили, мне прямо присылали фотографии, вот идут в магазин, делают дезинфекцию рук, ну потому что все магазины выставили какую-то байду такую, руки покрываются язвами, прямо коростами, что они туда налили, невероятное что-то, какой-то токсический, супертоксический раствор, потому что люди потом от этих не могли избавиться в течение двух недель, у них прямо кожа облазила, белела, облазила, ну умирала практически, да, а если речь идет рот, нос, слизистая глаза, вот сильвермакс, это коллоидное серебро, оно не спиртовый раствор, водный, то есть детям можно обрабатывать, и некоторые люди начали писать, как только начали обрабатывать, очистилась кожа лица, прошли признаки насморка, прыщи начали уходить, у кого-то были грибки на лице, у кого-то были клещи, вот демодекоз, говорит, ну мучились давно, но мы как-то не додумывались брызгать на лицо, а тут начали дезинфицировать, и пошли результаты, я говорю, ну вот видите, не было бы счастья, да несчастье помогло, да? Ну, я, извините, Ольга Алексеевна, сразу, про демодекоз я, конечно, удивлен, ну ладно, допустим, ну единственное, тогда сами... Открытые язвочки такие, вот у некоторых прям... А, сейчас, последствия, но самого клеща не убить, самого клеща... Конечно, нет. Это кто-то спросит, я скажу, что есть такие методы, спиртовой настойкой сухого, высушенного острого перца, там определенная пропорция, это действительно помогает клеща убивать, гнать, на коже головы особенно, и еще они боятся концентрата прополиса, это так, к слову. Знаете, я бы вам даже посоветовала, давайте сделаем по демодекозу с вами семинар, потому что эта тема колоссальная сейчас. Да. Да, эта тема колоссальная, кстати, когда вот у людей, я сразу скажу, дорогие друзья, допустим, прыщи, врачи ничего не могут найти, понять, питание меняет, все остаются, там причин несколько, там могут быть дефицитные состояния по некоторым, да, там может быть проблема с выделительными системами, там может интоксикация быть, но очень часто это демодекоз, и поэтому взять просто соскоб, есть дерматологические лаборатории, где это можно сделать, и собственно, очень многие сейчас это проблема, демодекоз при, потому что, знаете, когда вот раньше были вши, причина-то одна, это несоблюдение правил гигиены, люди не соблюдают гигиену, к сожалению, это проблема паразитозов многих, да, несоблюдение правил гигиены, очень серьезное, незнание биологии, вот поэтому я и говорю, я всегда говорил, и 20-30 лет назад, что дорогие друзья, самое главное в жизни, что вам надо, это знать биологию, хотя бы ее основы, не то, что вы считаете нужным, когда-то припечет, когда-то волшебной палочки не будет, или специалиста какого-то рядом, и вы пожалеете, может быть, если, конечно, сообразите об этом, пожалеете, что вы плохо учили биологию, это самое главное, что нам надо в жизни знать свой организм, как он устроен, санитарии, гигиену тоже никто не отменял, вы знаете, у меня такое впечатление, что мы заигрались, вот нас Бог миловал, и на нашем веку не было серьезных пандемий, ну, таких прям чумы-холеры, мы ее быстро подарили, и мы вообще офигели, то есть в мире никогда такого не было, что вы подходили, все со всеми целовались, обнимались, прижимались, пили одну из чашек, ели из одной ложки, одной ложкой, из одного стакана, из одного термоса, то есть это противопоказано, ну, просто до строжайшего, свое полотенце, все передается, сифилис бытовым путем передается, гонорея передается, все передается, то есть гепатит А, и много чего еще, и кстати, вы знаете, что старобрядцы, например, полностью те настоящие старобрядцы, соблюдали у них ложки, кружки, чашки, были исключительно именные свои, и если гости приходили, у них не было своей посуды, они принимали, конечно, но эту посуду выкидывали за ними, понимаете, это вот тоже, казалось бы, там вроде религиозное, но это все совпадает с гигиеной, понимаете, и причем, почему я вот замечал, есть такие центры долголетия, в том числе неизведанные наши, я вот как-то вам говорил, что под опочкой есть несколько старобрядческих, было когда-то деревень, причем десятки, так вот, продолжительность жизни, средняя, была выше, чем на Окинаво, в Японии, в 300 раз больше было, не в 2 раза, не в 3, я подчеркиваю, отвечаю в свои слова, в 300 раз больше, чем на Окинаво, то есть каждый десятый человек, каждый десятый, 10, не 0,1, а каждый, то есть 10% жило дольше 100 лет, так вот, на то причин много, одна из них, это жесточайшие правила гигиены, это тоже уникальные свойства воды, совершенно верно, физико-химические, тех источников, которые они пили, и так далее, и так далее, естественно, никакого алкоголя, табака, ну там не будем сейчас говорить, да, то есть жесткий режим в питании, непереедание, низкокалорийная диета, тяжелый физический труд в радость, который они воспринимали, не как наказание, тяжелый труд, и другие факторы, которые я, кстати, подробно анализирую в своей серии лекций по долголетию и долгожительству, у меня целый плейлист есть на моем YouTube-канале, посвященный долголетию и долгожительству, то есть причинно-следственным связям, на все есть жесткие, четкие, вполне понятные, определенные причинно-следственные связи. Я думаю, что мир другим уже не будет. Ну вот. О чем еще хочется сказать? Вот смотрите, сейчас уже никто не будет обниматься, сейчас уже никто не будет целоваться, приближаться, все будут носить дезинфекторы уже до конца жизни, я думаю, да, масочки уже будут с собой всегда, чуть что в самолет сел одевай, да, потому что мы ведь спокойно к этому относились. Один человек сел в самолет с гриппом, с обычным, с банальным, инсуленцией, да, все приехали, и все две недели кашляют, и вплоть до, а, кстати, умирали и раньше ведь от пневмонии, это же история не такая, не новая, что прям раз и пневмонии не было никогда, они всегда были, да? Ну просто мы относились к этому, а, наплевательски. А сейчас, когда все поняли, что врачи не управляют на 100%, что механизмы на 100% непонятны, вирус мутирует, когда он вернется, неизвестно, он может вернуться, пригласить с собой SARS, MERS, он может пригласить с собой еще какой-нибудь там, я не знаю, ротовирус или что-то, он что угодно может смутировать в любую сторону, то теперь уже каждый вменяемый человек должен уже до конца жизни соблюдать средства санитарии и гигиены, потому что особенно те, кто переболел, те, кто потеряли других, причем, ну сложился сейчас иммунитет, но нет же гарантии, что вирус не смутирует и не придет уже чуть-чуть с другими РНК-фрагментами, да? Наоборот, есть полная гарантия того, что он обязательного, уже известно, что китайская это одна морфа, в Италии другая, то есть уже несколько есть морф коронавируса, даже, и все вирусы, коронавирусы, они всегда мутируют, возвращаются через какое-то количество лет, уже, вот SARS и MERS, они тоже коронавирусы, относятся к коронавирусам группы, то есть они будут обязательно мутируют и этот, другой вопрос, искусственно он создан, там естественным путем, мы сейчас это обсуждать не будем, дорогие друзья, сразу не надо писать, такие некоторые убежденные люди, особенно агрессивные, пишут сразу гневные комментарии, да вы что не знаете, что он искусственный, это все специально, значит у меня, если вы захотите, посмотрите 10 видео на тему коронавируса, где я проанализировал вот это все, что вы можете только привести сейчас в пример, вот все, что вы можете придумать сейчас, вспомнить услышанное где-то там, да, я все это анализировал, поэтому мы сейчас не об этом говорим, и это не важно, мы говорим о том, как в наши дни пройдет эта эпидемия, будет другая, сейчас однозначно, что так или иначе, естественно или искусственно, эпидемии будут постоянные, вот попомните наше слово, к сожалению, этого мы не хотим, но это будет, к сожалению, мир уже не будет таким, как он был раньше, к сожалению, человек изменил очень многое в жизни своей, ну, там не будем углубляться сейчас в эту проблему, то есть в несколько проблем, от чего, да как, почему он не будет как прежний, но нам надо понимать, что правила гигиены, это то, что нас на 90% как минимум защитит всегда и от всего, жесткие правила гигиены, так же, как чистить зубы, вы все когда-то были детьми и орали, кричали, что я не хочу, потом вас насильственно родители заставляли чистить зубы, а теперь вы сами, в каком вы состоянии не были вечером, усталые пришли, вы все равно на автомате почистите зубы, поверьте, что любые правила гигиены, вы так же сначала будете неохотно выполнять из-за лени человеческой и так далее, все остальное это отговорки, только лень, и потом вы привыкнете так же, как чистить зубы, и будет это естественным, вот и все. Спасибо большое, мне очень нравится с вами беседовать, потому что вы необыкновенно эрудированный человек, и мы с вами владеем разными знаниями базами, мне очень печально сейчас, вот прямо чисто печально, что вирусологи немножко победили клиницистов, что сейчас весь мир в диком страхе именно перед вирусом, но умирает этот человек не от вируса, он умирает от неправильного течения патологических процессов в организме, свертывание крови, кстати, свертывание крови идет вторично, я слушала лекции, и я один из первых лимфологов, который получил лимфатическое образование лимфолога в стране, я слушала академика Казначеева, и его уникальную лекцию свертываемость лимфы, то есть, я ее никогда не читала нигде, но свертываемость лимфы идет вперед свертываемости крови, поэтому в этот момент получилось так, свернулась лимфа, свернулась кровь, а у нас есть противосвертывающие факторы лимфы, вот это очень интересно, и мне очень обидно, что не подключились вовремя патологоанатомы, вот прям как должны были подключиться, они человека должны были на молекулы разобрать, и объяснить, какие механизмы задействованы в смерти, потому что человек умер не от пневмонии, они умирали без температуры многие, они умерли все-таки от гипоксии, вот этой вот, и поэтому, конечно, хочется, чтобы люди, все, которые переболели, реабилитировались, причем реабилитировались настолько, чтобы не возник ни фиброз, чтобы не возникла сердечная недостаточность, чтобы не возникли повреждения микробиоты, кишечника, антибиотиками и всякими плаквинилами, чтобы печень, которая пришла сейчас в состояние, ну, серьезной, такой, медикаментозной травмы, смогла выстоять, выстоять, поэтому, Юрий Андреевич, мне кажется, что нам сейчас с вами хотя бы раз в две недели надо встречаться и общаться, потому что огромное, тысячи людей сейчас просят помощи, потому что они переболели, но они чувствуют себя плохо, у них слабость, у них вялость, у них потеря энергетики, у них тяжелейший стресс, они были на краю жизни и смерти, у них депрессии, у них по сути дела изменилась картинка мира и нужна коррекция всех органов и систем, и центральной нервной, эндокринной, и сейчас обязательно нужна серия лекций, коррекция систем, функции систем, повреждены почки, повреждена печень, да, и особенно пожилые люди, они будут снижать количество дней, которые им осталось, потому что не смогут провести правильную реабилитацию, а врачи, скорее всего, что в фазу реабилитации не пойдут, потому что, ну, реабилитологов у нас, ну, как известно, не очень много, да, поэтому давайте мы начали с этого вот фрагмента, сосредоточимся, подумаем и будем регулярно выходить в эфир. Вот, Ольга Алексеевна, я тут хочу дополнить вот что сказать, даже приведя такой на практике пример, из своей практики, если так можно за тавтологию из меня искать, вот, значит, суть такая, вот когда мы говорим, я говорю, когда о проблемах с печенью, да, с печенью, чтобы регенерировать клетки печени, да, я, конечно, говорю о том, что в фунготерапии непревзойденный, скажем, препарат на основе гриба, трутовика лиственничного, да, делают, это мощнейшее гепатопротекторное средство, а из растительного мира, это из грибного, из растительного мира, конечно, это расторопша, которая, собственно, единственная и работает в тех средствах, всяких корсилах и так далее, обычных, которые продают в аптеках, по сути, работает одно средство, это расторопша. Так вот, я всегда привожу и говорю так, что наряду вот с этой программой, что я рекомендую, включите туда, например, препарат фандетокс и заферан из кораллового клуба. Объясняю, как их принимать, и так далее. Вот почему встречи такие, я полагаю, совершенно с вами согласен, важны, что мы можем, обладая, правильно, разными знаниями, дополнить одно другим, чтобы это был эффект, гораздо еще выше, чем просто по отдельности. Вот смотрите, я рекомендую БАДы, потому что я специалист. Вы рекомендуете и то, и другое, и третье из всех областей. А человек уже будет выбирать. У него всегда должно быть минимум три выбора. Кто-то пойдет сныть, собирать крапиву, лисмородины пить, лисмалины, кто-то возьмет аж 500. И все будут правы, все будут в выигрыше. Что бы человек ни делал, он все равно будет в выигрыше. Это так. И еще я бы хотел добавить, дать рекомендацию нашим зрителям, вот какую. Дорогие друзья, я рекомендую, хотя бы если вы не на живом питании, хотя бы в период пандемии, хотя бы если вы не хотите серьезных последствий, не есть слизи, выделяющих продуктов, а в первую очередь те, которые убивают легкие и печень. Что это за продукты? Это вареные крахмалы, это картошка, рис, макароны, хлебобулочные изделия, хлеб, все, что связано с крахмалами и специфическими белками, лектинами, которые вызывают воспаление. Самый известный из них это глютен, но их много, да? Поэтому хотя бы исключите вареные крахмалы, первое. Второе. Исключите второй клей. Это казин, молочный белок, который раньше в столярке применялся, столярами раньше, еще недавно, очень активно. Так вот, это молоко, творог, сыр тем более, и любые молочные продукты, если они не прошли сильного брожения, тогда там меньше казина. Тем не менее, имейте это в виду. Теперь, Ольга Алексеевна, конечно, рекомендует пробиотики и ферменты, такие как, например, папайя, дегистейбл, ассимилятор и мегацидофилус. Я же говорю, вы можете альтернативой воспользоваться, например, бактериями. Это мы говорим. Я, кстати, тоже за ассимилятор и дегистейбл и папайю в совокупности. Кстати, вы как-то говорили в нашей совместной другой лекции, которая называется «Здоровый кишечник». Дорогие друзья, ссылка на эту лекцию, если вы не смотрели, будет под данным видео. Так вот, я же говорю, есть еще один вариант вместе с пробиотиками, вернее, с ферментами, пить такой уникальный комплекс из четырех пропионовых бактерий, как ИВИТУ. С 70-х годов разрабатывался этот уникальный комплекс бактерий. На нашем сайте надгар.ру найдете, вобьете слово ИВИТУ, найдете, прочтите, не поленитесь про эти бактерии и вот как именно пробиотик их, как ферменты. То, что Ольга Алексеевна говорит, я совершенно полностью поддерживаю, согласен. Ну вот, собственно, в таком ключе, я полагаю, в дальнейшем мы сможем с вами как раз уникальные лекции выпускать. Спасибо вам огромное, Юрий Андреевич. Очень приятно, всегда очень приятно. Мы уже долго с вами сотрудничаем. И каждый человек имеет право быть здоровым, друзья мои. И поможет нам в этом природа, наш мозг адекватный и достижение науки, техники и биопрома нашего. Потому что у нас был в мире самый лучший биопром. И он остается. Но единственное, что фарма, конечно, нас побеждает. Она нас побеждает. И чтобы мы не делали всего то, что мы вам рекомендуем, заплачены колоссальные деньги, миллиарды. Миллиарды заплачены, чтобы мы этого не делали. Поэтому от природы нельзя отрекаться. От питания никуда мы не уйдем. И мы с Юрием Андреевичем поддерживаем лозунг Авицены, чтобы еда стала вашим главным лекарством. И чтобы мы жили в согласии с природой. Спасибо большое, Юрий Андреевич. Здоровья вам и вашим близким. Благодарю, Ольга Александровна. Я вас тоже благодарю за то, что нашли время. Действительно, мы так и с промпу вчера созвонили, сегодня уже записали. Это правильно. Давайте постараемся действительно почаще хотя бы раз в две недели, как вы правильно сказали, ну хотя бы в три делать эти выпуски. И я еще хочу сказать нашим зрителям вот что. Дорогие друзья, вы поймите, это не просто многомиллиардный, правильно Ольга Алексеевна сказала, бизнес, это многотриллионный бизнес. И дело не в этом. Это власть, это контроль. Убить народные медицины мира и главная задача глобального правительства мирового. Это естественно власть транснациональных корпораций, в том числе фармацевтических корпораций. Этот капитал срочен с политикой и с концепцией управления глобальной. И потому вы поймите правильно, что имейте голову на своих плечах, анализируйте беспристрастно. Вы поймите, я даже так скажу, все, что есть в природе, достаточно для того, чтобы быть здоровым. И все, что есть в природе, достаточно для того, чтобы, если вы уже заболели, вылечиться. Иначе это законы диалектики, иначе не было бы ни природы, ни нас. Все, это точка. Это истина диалектики и философии. И это есть практика. Тысячи лет наши предки эту практику знали, постигали, были центры обучающие и фито-фунготерапии, говоря современным языком. Это все клещами железными за последние тысячу лет, особенно сто, уничтожалось. И вот об этом мы когда-нибудь, вот в частности о том, что в медицине еще, как мы помните, в начале еще начинали, были те методы ценные, простые, уникальные, доступные, еще там 50-100 лет назад, сейчас уже почти медики современные их и не знают. Мы об этом давайте с вами, Ольга Алексеевна, тоже как-нибудь поговорим. Давайте, давайте с удовольствием такой батл устроим. Да. Что самое дешевое, самое эффективное и самое действенное. Я думаю, у нас хватит интеллекта с вами. Да, думаю, да. Ну что же. Здорово. Думаю, наши зрители оценят. Дорогие друзья, ставьте, пожалуйста, под этим видео свои лайки, если вы нас в наших начинаниях поддерживаете, если вы хотите, чтобы мы дальше как можно чаще выходили эти видео. Ну, рекомендуйте это видео своим друзьям, пусть эта информация будет доступна и сподвигнет ваших знакомых на то, чтобы они натуральными естественными методами оздоравливались, не убивали свои организмы, наоборот, были здоровыми людьми, жили как можно дольше и были здоровее до глубокой-глубокой старости. До свидания. Здоровья всем. И не болей. Здоровья вам, дорогие друзья. До свидания. До новых встреч.